Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Прианру. Недвижимость за рубежом. У нас сегодня на календаре 13 мая 2020 года. Будем надеяться, что это более позитивная страда для всего рынка зарубежной недвижимости, которую я здесь сейчас представляю. Говорить мы сегодня будем на интересную, очень важную тему. Когда мы говорим о зарубежной недвижимости, цель иммиграционная и цель инвестиционная всегда были в топе, они популярны. Но в последнее время они начинают еще и перекликаться, потому что ежели человек хочет переехать, он не хочет вложить деньги куда-то и просто потерять их. Соответственно, он хочет вложить, например, в ту недвижимость, которая позволит ему каким-то образом деньги сохранить. Уж коли он через недвижимость входит в какую-то инвестиционную программу. Обратная история. Если человек покупает какую-то недвижимость исключительно с инвестиционной целью, он очень часто начинает задумываться о том, что почему бы ему не переехать, коль недвижимость такую возможность предоставляет. И вот сегодня мы поговорим о связи инвестиционной и иммиграционной составляющей. Говорить будем о четырех странах. Начнем с Черногории. Я с удовольствием представляю Карину Ермолову, главу департамента по работе с клиентами компании Henry Partners. Карина, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Вот в течение ближайшего получаса примерно мы будем говорить о программе Черногории, про ВНЖ и о гражданстве. Через минут 30 к нам подключится Ольга Кострица, руководитель агентского отдела компании Грекодом, и мы поговорим о греческой программе. Дальше отправимся, с одной стороны, в Москву, потому что будем общаться с Еленой Маринчевой, вице-президентом Moscow Service International Realty, а с другой стороны отправимся вообще на другой континент, потому что поговорим о программе гренады, программе гражданства гренады. И затем Анна Веселина, соучредитель компании Bissan Holding, перенесет нас в Чехию, и мы коснемся программы чешской, которая вообще, ну, по крайней мере, из тех четырех, которые мы сегодня будем обсуждать, лично для меня наиболее загадочна. Ну что ж, Карин, давайте с вами начнем тогда говорить о черногорской программе с места в карьер, как работает эта программа, базовые принципы, базовые правила, что это такое. И сразу я буду включать презентацию, Коля, она у нас есть. Спасибо большое, Филипп. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Еще раз хотела бы представиться. Меня зовут Карина Ермова. Я являюсь руководителем департамента по работе с клиентами компании H&M Empowerment. И сегодня я хотела бы рассказать вам о программе гражданства через инвестиции Черногории. Для начала хотела бы рассказать об истоках программы. Программа была официально запущена в 2019 году. В ноябре были приняты первые заявления. В ноябре 2019 года были приняты первые заявления на гражданство. До этого программа разрабатывалась достаточно давно. То есть около 8 лет она была в разработке. Наконец, она была запущена. Наша компания H&M Empowerment является авторизованным агентом для подачи заявлений по этой программе. Здесь хотелось бы отметить, что самостоятельно заявители подавать заявки на гражданство не могут. Они обязаны использовать один из за авторизованных правительственных агентов. Срок действия программы ограничен до 3 лет. То есть к 2022 году она фактически перестанет действовать. Если, конечно, не произойдут какие-то изменения, если программа не будет переработана, пересмотрена и не продолжит действовать. А квота на сегодняшний день составляет 2000 инвесторов. Это значит, 2000 заявлений всего может быть подано по этой программе на получение гражданства. Давайте уточним. Когда мы называем цифру 2000, имеется в виду 2000 основных заявителей. Абсолютно верно, да. 2000 заявлений на гражданство максимум. Но при этом давайте тогда немножечко об условиях, если мы говорим, ну, такие базовые вещи, которые важно знать. Кто по этой программе может претендовать вообще на вид на жительство и как эта история работает, и вообще в чем особенность преимущества программы гражданства Черногории? Ну, значит, давайте для начала про преимущества, потом я потихонечку перейду к условиям программы. Значит, в чем преимущество данной программы? Для начала вы получаете гражданство и паспорт этой страны. И паспорт этой страны позволит вам перемещаться по более чем 120 странам мира беспрепятственно. Эти страны мира включают в себя Шенгенскую зону, Россию, Украину, Израиль, Турцию. Сроки оформления этого гражданства достаточно короткие, это от 3 до 6 месяцев до момента получения решения. Главный заявитель может включить свою супругу, с которой он находится в зарегистрированном браке, или супруга, с которым он находится в зарегистрированном браке, а детей, которые находятся у него на финансовой поддержке, на иждивении. Простите, Карин, сразу хочу уточнить, если мы говорим о детях, которые находятся на иждивении, оговаривается ли каким-то образом их возраст? Или это такая... Нет. Возраст с законом не оговорен, то есть ограничений по возрасту нет. И фактически можно подавать детей, которые работают, не учатся. Но, естественно, ребенок не должен получать существенную зарплату, дивиденды, бонусы и так далее, чтобы считаться финансово зависимым от главного заявителя. Чтобы доказать такую финансовую зависимость, заявителю необходимо предоставить афиделит, в котором он подтверждает, что оказывает ребенку финансовую поддержку, а также сопроводительные документы, подтверждающие сей факт. Это могут быть банковские выписки, например, за счет ребенка или за счет главного заявителя, где видно, что он переводит ежемесячные средства на счет ребенка. Дорогие друзья, хочу напомнить, что у нас работает чат, и в чате вы можете задавать свои вопросы. Вот первые вопросы поступили, но мы чуть позже, Никодим, обязательно на этот вопрос ответим, тем более в рамках нашего общения эту тему, конечно, тему, которую вы затронули в своем вопросе, обойти никак не получится. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. И отдельно хочу напомнить, если кто-то в силу каких-то причин не сможет посмотреть наш вебинар сейчас, традиционно в ближайшие дни по завершении нашего вебинара, да, вот Айгу как раз спрашивает, запись вебинара, безусловно, будет на портале прианру, и все, кто на вебинар зарегистрировался, информацию всю обязательно в полном виде получит. Карин, давайте продолжать тогда. О преимуществах. Да, программу я продолжу. ЕС, извиняюсь, Черногория в 2010 году стала кандидатом на вступление в ЕС, и в феврале 2018 года ЕС представил свою стратегию развития, в которой он указывал Черногорию как одну из стран, которая к 2025 году может потенциально вступить в Евросоюз. Это тоже, несомненно, преимущество программы. Мы знаем, что есть заявители или инвесторы, которые задумывались о гражданстве Евросоюза, но которые потенциально не могли себе позволить это гражданство, на Кипре или Мальте, например, в которых тоже действуют программы гражданства через инвестиции, но инвестиции существенно большие, чем в Черногории. Так вот, гражданство Черногории может потенциально позволить заявителям приобрести гражданство ЕС через некоторое время. То есть это, несомненно, является большим плюсом этой программы. Еще один плюс гражданства Черногории через инвестиции в том, что Черногория не обязывает своих новоиспеченных граждан отказываться от первого гражданства. Это огромный плюс. Ну и, как я сказала, уже сроки достаточно короткие. Давайте перейдем к нашему следующему слайду, а он довольно любопытный и довольно важный. Дело все в том, что в Черногории же есть программа гражданства, но еще до программы гражданства в Черногории появилась программа виноножительства, которая, ну, в упрощенном виде, если ее называть, купи недвижимость и получи ВНЖ. Вот несколько слов давайте о связи этой программы, потому что таких вот этих программ, потому что вот такие вопросы возникают очень часто. Есть ВНЖ, есть гражданство. Даже те люди, которые вроде как знают все, все равно спрашивают. Пожалуйста. Спасибо, Филипп. Да, у ВНЖ, конечно, и у гражданства есть существенные отличия. Во-первых, ВНЖ необходимо постоянно продлевать. Для того, чтобы продлевать ВНЖ, необходимо отвечать определенным условиям продления, так скажем. Нужно, например, физически пребывать постоянно в стране для того, чтобы продлить его. Также ВНЖ можно потенциально потерять, то есть он может быть непродлен, прекращен. С гражданством таких проблем нет. Нет. Гражданство может быть передано по наследству. Это большое преимущество. Гражданство гарантирует вам паспорт, с которым вы можете перемещаться, опять же, по всему миру беспрепятственно. Гражданство может также обеспечить вас дипломатической или консульской защитой, если вы находитесь в другой стране. А в случае, если мы говорим сейчас о ВНЖ Черногории, то хотел бы сказать, что у нас есть несколько клиентов, которые имеют в наличии ВНЖ Черногории, но, тем не менее, сейчас подаются на гражданство Черногории с помощью этой программы. Потому что иначе получить гражданство Черногории у них нет возможности. Я правильно понимаю, что даже если человек имеет ВНЖ Черногории, то для него путь к гражданству точно такой же, как и у человека, который никакого ВНЖ Черногории не имеет. То есть ему, по сути, практически все надо начинать с нуля. Скажем так, у них нет возможности получить гражданство Черногории даже по факту проживания, так сказать, и продлевания постоянного ВНЖ. То есть процедура практически ничем не отличается. Для человека, который имеет черногорские ВНЖ, или для человека, который живет в России, в Украине, где-то еще. Абсолютно верно, да. Уточнений ищий вопрос. Вот Кристина спрашивает раньше, Черногория обязывала к отказу от паспорта Российской Федерации. Это изменилось? То есть если я гражданин на РФ... Да, это не изменилось. Черногория действительно обязывает своих граждан, новоиспеченных граждан, отказываться от первого гражданства. Но здесь особенность, о которой мы сейчас говорим, это программа гражданства через инвестиции. Конкретно по этой программе Черногория не обязывает гражданина отказываться от своего первого гражданства. Это большая особенность и плюс этой программы. Ну, то есть, условно говоря, обязывает, но не обязывает. Скажем так, двойное гражданство в данном случае разрешено. Прекрасно. Ну, давайте теперь об условиях, тем более, что про деньги нас уже спросили несколько раз. Деньги интересуют всех. Значит, условия программы. Главному заявителю необходимо выполнить два условия. Это, в первую очередь, пожертвовать благотворительный взнос в государственный фонд в размере 100 тысяч евро. И эти деньги пойдут на развитие менее развитых районов страны. А помимо этого он должен инвестировать от 250 тысяч евро в одобренный объект недвижимости, если мы говорим о объекте недвижимости на севере страны или в менее развитом регионе, в центральном регионе, помимо Подгорицы. И 450 тысяч евро, если мы говорим о недвижимости на юге страны, в прибрежных районах. Давайте уточним. 100 тысяч евро – это сумма невозвратная. Это, по сути, бонус, который я государству отдаю и про него забываю. Некая плата, да? Абсолютно верно. У оба этих взноса, скажем так, они переводятся на эскроу-счета до момента подачи заявления. Однако в случае, если заявитель получит, скажем так, отказ в получении гражданства, то эти средства возвращаются обратно клиенту. И те, и другие. И сумма в 100, и сумма в 450. 450, да. В случае отказа. В случае положительного решения эти средства переводятся автоматически, банком переводятся на счета девелопера и на соответствующий правительственный счет. Не могу не спросить, в случае отказа – это что? И в каком случае, кому на изначальной стадии не имеет смысла даже пытаться? Не имеет смысла пытаться, наверное, заявителям, у которых есть судимости. То есть здесь большая вероятность отказа. Наверное, мы бы даже не хотели браться за такие кейсы. У нас, сразу вам скажу, что на опыте, да, программа достаточно молодая, можно насчитать десяток заявлений, которые были поданы, но у нас на данный момент не было ни одного отказа, поэтому мы не можем утверждать, что еще может послужить отказом для выдачи гражданства. Но судимость – это стопроцентный нет. Деликатный вопрос. Не то, чтобы это лично волновало меня, как человека, от фу-фу-фу-фу-не судимого, но тем не менее. Если мы говорим о судимости, они же бывают очень разные. И как бы, ну, бывают такие там серьезные правонарушения, бывают, ну, относительно формальные, бывает судимость погашена, не погашена. Во всех случаях это риски? Риски есть всегда. Риски есть даже у, скажем так, обычных людей без судимости. Да, это понятно. Я думаю, что нужно рассматривать каждый отдельный кейс по отдельности, да, и обсуждать. Хорошо. Давайте тогда посмотрим, поговорим вот о чем. Значит, вы назвали вот 450 тысяч и 250 тысяч – это проекты, о которых идет речь. Значит, принцип действия такой – я выбираю проект, перевожу туда деньги, после этого подаю заявление. Правильно? Все правильно, да. Сколько, вот вы назвали срок 3-6 месяцев. Ну, вот от того момента, когда я принял какие-то изначальные решения, там, начинаю собирать пакет документов и так далее и тому подобное. Вот сколько обычно проходит времени до того момента, как я фактически перевожу деньги и запускаю эту историю уже с гражданством, с официальными властями Черногории? Ну, скажем так, это можно… заявление можно оформить в течение месяца, даже двух-трех недель. Это достаточно быстрая процедура, список документов не длинный, а некоторые документы предоставляются в сканах, то есть не обязательно предоставлять в заверенных материальных копиях. Да, то есть около месяца может пройти до момента, когда вам нужно уже подписать договор резервации недвижимости, то есть официально выбрать недвижимость, которую вы бы хотели инвестировать и открыть эскроу-счета, на которые вы эти средства будете переводить. Открытие эскроу-счетов и вот вся история, связанная с… Ну, понятно, подбор объекта можно сделать удаленно. В какой момент человек должен впервые в Черногории побывать? Вот подписывание документа и как это правильно делать? Буквально два месяца назад, да, до начала пандемии, скажем так, мы приглашали наших клиентов в Черногорию для того, чтобы подписать соответствующий договор резервации и посетить банк открытия эскроу-счета. В результате пандемии нам пришлось, конечно, пересмотреть процедуру, и теперь заявителю нет необходимости присутствовать в Черногории и посещать Черногорию до момента подачи заявления. Мы действуем дистанционно. Как мы это делаем? Мы подготовим специальную доверенность на имя заявителя, которую он подписывает в присутствии нотариуса в месте, в стране своего проживания и пересылает этот документ нам. Наши коллеги на основании этой доверенности подписывают необходимые договора в банке и с девелопером, и соответствующие счета открываются, клиент может переводить туда средства. То есть все происходит без присутствия клиента. Первое посещение, единственное обязательное посещение клиента должно быть уже после получения решения по гражданству для сдачи биометрических данных и для получения паспорта. На каком основании до этого момента, до получения паспорта, человек может попасть в Черногорию? Не совсем поняла. Ну, то есть, смотрите, пока, ну, предположим, у меня там, ну, в Черногории же, я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, без виз он только летом работает в Черногории, или сейчас постоянно у граждан России. Если у вас есть шедген открытый, то вы можете посещать Черногорию. Понятно. Ну, то есть, окей, у меня вопрос, возможно, совсем-совсем частный вопрос, но вопрос был следующим. Вот я получил одобрение своего гражданства, допустим, шедгена у меня нет. Мне нужно его получить, на основании чего я первый раз должен въехать в Черногорию, не будучи еще гражданином страны. Вы знаете, хороший вопрос. Я еще и не задавалась. У нас пока не поступало таких вопросов клиенты, поскольку клиенты, в основном, из Российской Федерации, да, которые, в принципе, Черногорию могут посещать даже без виз при наличии шедгена. Вот. Хороший вопрос. Я думаю, что мне нужно его прояснить для того, чтобы полноценно на него ответить. Сможет ли, скажем так, правительство Черногории обеспечить заявителя каким-то особым типом визы для того, чтобы он смог посетить? Это нужно прояснить. Окей. Хорошо. Ну, давайте теперь переходим к еще одному очень важному нюансу. Вы назвали две цифры, собственно, что значит вы, это государство Черногории их определило. 450 тысяч в одобренный правительством объект недвижимости в развитых районах Черногории, 250 тысяч в менее развитых. Что это за объекты, поскольку про объекты те же самые риелторы говорят без особого восторга очень часто в приложении к Черногории. Насколько это интересные и серьезные объекты. Ну, вот здесь требования к заявителям, собственно, об этом мы рассказали. Давайте чуть дальше тогда. Вот, к требованиям проекта. Вот что это за проекты, пожалуйста. Значит, инвесторы по программе «Гражданство через инвестиции» имеют право инвестировать только в одобренные правительственные проекты. Какие проекты могут быть одобрены? Это проекты, которые отвечают следующим критериям, которые вы видите сейчас на экране. Это проекты, в которых девелопер обязуется инвестировать не менее 5 миллионов евро, если мы говорим о проекте на севере. Проект – это отели. Обязательно должны быть отели, и это должны быть гринфилд-проекты. Это очень важно подчеркнуть, потому что это проекты, которые до сих пор не были построены. Это строящиеся или объекты, или объекты, которые только начинают, то есть которые, в принципе, еще не построены. Это должны быть отели категории 4 звезды, если мы говорим о севере, и они должны создавать рабочие места, минимум 25 рабочих мест для местного населения. Если мы говорим о юге страны, то это должны быть отели категории 5 звезд минимум, и инвестиции на девелоперы должны быть не менее 15 миллионов евро. Ну и, соответственно, 80 рабочих мест. Я просто хочу еще раз подчеркнуть, чтобы те, кто только сейчас, наверное, подключился, ну или, может быть, те, кто изначально не совсем прояснили, где и за что платим, вот эти требования, 5 миллионов и 15 миллионов, это требования к большому инвестору, к тому, чей проект будет одобрен. То есть это не требования к тому, кто хочет получать гражданство. Требования, кто хочет получать гражданство, гораздо более скромные. Поступили некоторые вопросы. Задавайте, пожалуйста, мы постараемся, да, конечно, на них ответить. Значит, еще разочек. И вот у вас написано в слайде, на сегодня одобрено 6 проектов, 5 на севере, 1 на юге. Но север-юг, то есть север, это как бы менее развитый считается район? Или это не совсем так? Да, да, север – это менее развитые районы, да. Сейчас, как вы сказали, одобрено всего 6 проектов, 5 из них на севере – это 3 проекта, объекта в городе Калашин, 2 объекта в городе Жабляк, и один проект на юге – это проект в городе Будва. Давайте посмотрим немного об этих проектах, что они собой представляют. Итак, вот пример кондо-отеля – Калашин, 1600. Несколько слов об этом. Давайте для начала я разграничу, хочу разграничить разницу, подчеркнуть кондо-отели и отели из смешанного использования, в которые вы можете инвестировать под программу. Гражданство через инвестиции. Значит, кондо-отели подразумевают обязательство собственника юнита или жилья сдавать этот юнит в арендный пул отеля в течение 10 месяцев. То есть фактически собственник жилья, собственник апартаментов может пользоваться этим юнитом, апартаментом только 2 месяца в году. Если мы говорим об отеле смешанного использования, то здесь у инвестора есть право выбора. Он может проживать в этом юните 365 дней в году, а может выбрать, сдать его в арендный пул, допустим, определенные месяцы в течение года. То есть это такая разница. Можно ли сказать, что первый вариант, он в общем случае более доходный, если мы говорим о интересе инвесторов, еще и подзаработать с этого? Или так здесь более... Ну, смотрите, да, кондо-отель, ну, теоретически, да, но если вы заметите, то все кондо-отели, которые есть сейчас, они находятся на севере. Почему север вообще менее прибыльный в плане, да, если мы говорим о том, что инвестиции должны принести обязательно какой-то доход. Север, конечно, менее прибыльный. Но здесь инвесторы должны понимать, что главная цель наших клиентов-инвесторов – это в первую очередь получение гражданства. Мы не гарантируем, что сдача, допустим, в аренду отеля или юнита в отеле на севере может принести существенный доход. Нет. Однако, если инвесторы хотят, скажем так, чтобы их инвестиции как минимум держались на уровне, хотят иметь возможность перепродать этот юнит в дальнейшем, то нужно инвестировать на юге. Потому что там есть большая вероятность найти lifestyle buyer, да, то есть покупателей, которые приобретают этот юнит для себя, для проживания на юге. Два вопроса все-таки. Давайте сейчас немножко отличемся. Вопрос от одного из наших зрителей. Если речь идет о взносе в фонд, то при оформлении паспорта необходимо ли делать регистрацию в Черногории? И надо ли для этого иметь адрес, например, учесть траты на постоянную аренду жилья? Нет. Адрес в Черногории не нужно иметь, регистрацию тоже. Как я вам уже сказала, нет, то есть условиями программы является не только взнос в фонд. Мне кажется, что потенциально клиент наш, не клиент, а слушатель не понял. Да, недопонял. Взнос в фонд – это одно из условий программы. Второе условие – это все-таки инвестиции в недвижимость. 100 тысяч вы отдаете по-любому, а вот дальше 250 или 450 – история север или юг. И зависит ли взнос от количества членов семьи? Там двое детей, двое детей, пять детей нет. Нет, он установлен в объеме 100 тысяч для любого, заявлений любого размера, скажем так. Вопрос давайте сразу тоже зададим. Перепродать через какое время можно объект без риска выхода из программы? На какой срок ты должен получать эти… Ограничения по срокам держания, так сказать, юнита нет, но стоит учитывать тот факт, что сейчас заявители приобретают юниты в отелях, которые еще не построены. Они будут построены через 2-3 года. То есть перепродать юниты, соответственно, вы сможете только тогда, когда вы получите возможность подписать договор купли-продажи объекта. Это случится только через 2-3 года. И станете собственником жилья. В ближайшие 2-3 года собственником жилья вы не будете. Вы будете… за вами будет забронирован юнит, но вы фактически не являетесь еще собственником жилья. Но отель не построен. Но это не станет препятствием для получения гражданства. То есть деньги внес… Абсолютно верно. Да, абсолютно верно. Окей. Давайте теперь тогда вот о кондо-отеле «Халашин». Это пример северной истории. Да, это северная история. Пример кондо-отеля, в котором вы можете проживать не более двух месяцев в году, остальные 10 месяцев в году, ваш юнит будет сдаваться постояльцам отеля, скажем так. Вот. Инвестиции в данном случае составляют от 250 тысяч. Здесь есть представленные юниты стоимостью до 265 тысяч евро. Все зависит, на самом деле, от количества метража, скажем так, юнита. Вот. И второй вариант – это вариант как раз отеля смешанного пользования. Это отель «Бока Плейс» в Порту Монтенегро. Хочу заметить, что этот отель еще не был одобрен официально под программу, но они ожидают одобрения в июне этого года. Так вот, здесь, да, это отель смешанного пользования, где заявитель может постоянно проживать. Инвестиции здесь будут составлять от 450 тысяч евро до юнита. Давайте тогда вот о чем поговорим, Карин. Значит, на данный момент их всего шесть. Да. Шесть объектов, в которые можно инвестировать. Ну, я понимаю, что ваша компания занимается в первую очередь, именно заходит в подобную историю в первую очередь не с точки зрения недвижимости, а с точки зрения именно программ гражданства, то есть ваша основная специализация. Но все-таки шесть, из которых пять, ну, так в не очень развитых районах. Вот когда к вам обращается клиент, как вы оцениваете перспективы доходности в целом? Да, вы гарантировать не можете, но все равно ваш опыт что-то вам должен подсказывать. Ну, скажем так, что если клиент обращается к нам и говорит, что для него важны именно инвестиции, он не хочет потерять эти деньги, то мы, конечно, советуем идти на юг. Потому что здесь большая вероятность того, что стоимость юнита не упадет ни в коем случае, а может быть, и вырастет в разы со временем. Да, если в Черногории еще и вступит в Евросоюз, потенциально, да, тут может возрасти стоимость жилья, в принципе, в стране. Если заявитель приходит ко мне и говорит, что ему интересны именно минимальные инвестиции, он хочет получить гражданство Черногории, и ему нет абсолютно никакой разницы, что станет с этими деньгами, то мы говорим, конечно, обратиться к проектам на севере, потому что они наиволее дешевые. Следующий вопрос может прозвучить немного странно, но на самом деле он имеет вполне конкретную подоплеку. Вот мы с вами уже без малого полчаса говорим о программе гражданства Черногории, а вопрос мой, ну, немножко риторический, хотя как риторический, ответить на него все равно придется. А программа-то реально работает или нет? Потому что когда мы говорим о Черногории, ну, вот с 2019-го она была заявлена, долгое время что-то тянули. Тянули, тянули, вроде программа работает, но при этом никаких условий особых нет. Вот в январе, дай бог памяти, мы написали новость, по-моему, пришла новость в Черногории о том, что первый человек получил одобрение. Не очень понятно, что это за одобрение, то есть это уже паспорт. В общем, в итоге, насколько активно вся эта история сейчас работает? Насколько не самая веселая бюрократическая махина Черногорского государства активно эту программу не просто заводит, но и актуализирует? Программа работает. Мы подаем, продолжаем подавать заявления на гражданство. Вчера как раз мы подали свое последнее, то есть на данный момент, заявление. И секретариат, вернее, агентство, инвестиционное агентство Черногории, которое занимается рассмотрением заявлений, активно работает над этими заявлениями. В течение последнего времени, скажу так, если мы говорим сейчас о том, что рассмотрение длится от 3 до 6 месяцев, скажем так, что первые заявления, да, действительно рассматривались практически 6 месяцев, потому что секретариат, агентство, они налаживали, так сказать, свои процедуры. Сейчас по последним заявлениям мы получали ответы за 2,5-3 месяца. И это ответ, это официальное решение. Для начала мы получаем решение в принципе, да, то есть одобрение в принципе на клиентов, которое передается в банк. Средства освобождаются со счетов, со скрощитов девелоперам и на правительственный счет. Аудиторы подтверждают наличие этих средств или получение этих средств девелоперам и на правительственном счете. После чего подписывается официальное решение Министерства внутренних дел Черногории. Это решение будет выдаваться, выдается заявителям на руки при посещении, при сдаче биометрических данных. Помимо этого, в этот же момент при приеме в Министерстве внутренних дел заявители должны подписать присягу на верность государству. Но вот после того, как получили одобрение, что одобрено, собственно, заявление, все дальнейшие процедуры, ну, в известном смысле формальные. Да, да, абсолютно верно. В текущих условиях границы, ну, прилететь, наверное, как-то можно, но на самом деле это крайне-крайне-крайне тяжело. Правильно ли я понимаю, что сейчас последние, там, ну, полтора месяца в Черногории вот финальную стадию пройти по факту невозможно? Вы правы, да, это действительно так. У нас есть клиенты, которые ожидают открытия границ, скажем так, для того, чтобы полететь в Черногорию и получить свои документы на руки. А сейчас это не представляется возможным. Мы постоянно ведем дискуссии с правительством Черногории о том, чтобы пересмотреть процедуру, возможно, придумать какую-то, какую-то, какую-то иную процедуру в условиях пандемии. Но пока результата нет, пока правительство Черногории настаивает на том, чтобы заявители прилетали, сдавали биометрию именно в МВД, в Министерство внутренних дел Черногории, а не, например, в посольстве Черногории, в Москве, скажем так. Поступило несколько вопросов у нас. Давайте уже теперь на них ответим. Значит, еще разочек уточнения. Вот Нина спрашивает. Прошло три года. Проект построен. Я стал его собственником. Паспорт у меня уже есть. После этого никто не мешает мне этот проект продать. Продать, да. Дальше. Взнос должен быть с ипотекой или без ипотеки? То есть можно ли ипотеку использовать или нет? Ты должен просто реально деньги принести. Вы должны принести деньги. На самом деле, правительство Черногории и секретариат не вдается в детали того, откуда у вас эти деньги есть. Если они есть у вас на счету, и вы предоставляете банковские выписки, где видно, что эти средства ваши, то они, скажем так, не вдаются в детали. Но официально нет, кредит не разрешен. Следующий вопрос. Все-таки, если мы говорим о доходности в конкретных цифрах, ну вот ваши ощущения, там север и юг, один процент, три процента, пять процентов. Ну, понятно, что вы гарантировать их не можете, но, по крайней мере, ощущения свои сможете сказать? Ну, скажем так, два-три процента на юге, и на севере, наверное, будет, если откровенно быть, то, наверное, будет хорошо, если дохода от аренды будет достаточно для того, чтобы покрыть, скажем так, управление юнитом отеля, то есть расходы на это управление. Служба в армии. Если человек становится гражданином Черногории, если семья переезжает, а ребенок, скажем, он переехал туда в 14-15 лет, дальше вот присягу принял через какое-то время, как быть с армейской службой? Это хороший вопрос. На самом деле я этим вопросом никогда не задавалась. Я думаю, что мне нужно прояснить этот вопрос, и я готова буду ответить. Вы можете написать мне на нашу почту, которую вы увидите в конце. Я надеюсь, вы продемонстрируете наш слайд. Да, да. Мы ответим на этот вопрос обязательно. Давайте сейчас сразу разместим почту, раз уж об этом речь зашла, чтобы можно было... Вот контакты компании Henlin Partners, пожалуйста, вы можете обращаться, и контакты компании на Приане. И следующий вопрос... Я думаю, что если, Карина, ну, относительно оперативно, в течение одного-двух дней этот вопрос приснится, мы в материале, в нашем статье, просто ответ на этот вопрос опубликуем отдельно, коли уж он получился. Так, ну и давайте тогда переходить уже к завершающей части. Значит, буквально несколько слов. Все-таки ваше мнение о роли гражданства, о месте гражданства Черногории в общем пуле мировых гражданств, возможности получить гражданство через инвестиции. На самом деле мы считаем, что это очень интересная программа, она очень... У нас достаточно большой поток, скажем так, заинтересованных лиц в этой программе. Ее можно сравнить... Эту программу можно сравнить с программой Мальты и Кипра, да, потому что это гражданство европейской страны, которая потенциально вступит в Евросоюз, но уровень инвестиций намного ниже, чем на Мальте и Кипре. Эту программу можно сравнить с карибскими странами, которые... С программами карибских стран, которые позволяют вам получить паспорт для беспрепятственного перемещения по Шенгену по более чем 120 странам мира. То есть программа интересная. Я думаю, что этот интерес будет поддерживаться. Мы занимаемся всеми программами ВНЖ и гражданство через инвестиции, которые есть в мире. Вы можете увидеть все программы, существующие на данный момент на экране. И если у вас есть какие-то вопросы по этим программам, если вы хотите получить расчет по программе Черногории на вашу семью или по каким-либо другим программам, вы всегда можете обратиться к нам по контактам, которые указал Филипп. Итак, еще тогда уже, наверное, завершающий вопрос от Нины. А по национальному составу, кто интересуется? Это в основном россияне, но вы же работаете не только с российскими клиентами? Нет, совершенно... Клиенты из совершенно разных стран. Я работаю с клиентами из России, Египта, Марокко, Украины, Белоруссии. Все страны СНГ, в принципе. Очень много заинтересованных лиц. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, с удовольствием еще раз представляю и благодарю Карину Ермолову, главу департамента по работе с клиентами компании Henley & Partners. Карина, спасибо вам огромное. Контакты Карины на экране, ну, Карины, компании Henley & Partners. Пожалуйста, если есть вопросы, обращайтесь в Черногория и уйма, уйма, уйма других стран. Карина, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. До свидания.